Шуньки, досиди и давай. Я думаю, ты уже понял, что ты сегодня здесь ждал. Ну, прямая трансляция. Я понял. Можете передавать привет маме? Мама, привет! Сегодня Криза. С СССР. Так, Шуньки, сколько у нас тригс? Вы меня же сравняли. Ну, хорошо, ты последний раз. А ты у нас тригс? Да, последний раз. Ну, именно хорошо, что я пришел последний раз. А так у меня обычно надо встать на каких-то съемках ровня или что-то там. Какие-то на парикмахерах? Такого плана просто. Ты, короче, как в съемке, ты пиши, и мы тебе будем отправлять наших парикмахер. Хорошо. А я же закончил уже, что там где-то. Ну, я учту это хорошо. На любые вообще съемки. Ну, из Вашарми там готовы даже. У тебя же новый проект сейчас будет, это новая съемка. Я видел, у вас там супер какой-то проект космический. Нет. Нет. А это новая? Мы уже не в кружевах. Уже все, и с нами нет. Да? У нас другая будет группа. Так это круто. Ну, там немножко уже... Там уже не мог какой-то прийти вот. Я хотел тебе сказать что-то. Я прослушал все шутки. Да, все нормально. Ну, реально. Мояк обязательно. Ты на меня находишь здесь. Вот, я же говорил. Ну, люди-то разные смотрят. Ну, да. Прикатура. Вот. У меня сейчас свой будет пройти в день. И еще... Это кофта странная. Подвернул, сука, мох. Еще я буду перстить. Нормально? Да. Фоткал? Да. Ну, отлично. Спасибо, Дима. Конечно. Конечно. Ладно. Еще. Здесь еще что-то классно. Ну, что-нибудь. Недуга. До свидания. До свидания. Хорошего удержания рабочего дня. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Уже столько всего открыто. Я ушел тут просто, я... Понял? Лектомания все закрывает. Ага. Я ее всегда успеваю. Я его... Да, в его. Там штук сорок страниц, думаю. В калере, мне, постоянно, 200 тел, я открываю. У меня. У меня брейпфек, она, наверное, не прыгнет. Не знаю. А я здесь на закору передаю. Что я делаю? Что я делаю, я так все закрываю просто сразу это. А ты как? Я понял, ты из тех людей, которые раскладывают всё под линейку, это идентично. Я больше, короче, делаю вид, что я такой. Ты не видел мой рабочий стол на компьютере. У меня иконки давно уже ушли просто в другую вселенную. Это первый раз, да. Мне кажется, что я пытаюсь всё сделать. Расчёска, у тебя возьмём эту расчёску? У меня есть другая расчёска. Эрнаст, у тебя возьмём эту расчёску? Да. Я думаю, что я не видел, что это переходим. Ты? Да, я понимаю, что я всё ещё делаю разом. Всё нормально, я же просто болит беседу. Так всё нормально. Да, я просто не перестраю, я не делаю палец. Вот, вот, вот. Если я что-нибудь тебе почему-нибудь объяснил, и если это было не было, то я не хочу, что он поступил делать. Нет, просто если я не буду напоминать, обычно люди ничего не делают просто. У меня есть опыт в таких штуках. Вот оператор, который просто исчезает. У меня есть такой оператор, и я исчезаю. Смотри, Никита, ты подстрижь меня. Тебя просто на блогового по-моему. Ха-ха-ха. Ты чё? Абсолютно серьёзно, потому что это моё интересное всё равно. Короче, чё? Тебя транслирует сейчас на весь виду канала, а ты рассказываешь какую-то фигню? На весь прям виду? А, на весь? Мориканский? Ага. Там 60 тысяч просмотров. Лайк. Девочки. Так, Никита, сверху заплеваем, по бокам оставляем, правильно? Ну... Да, правда. Делаем какое-то... Валдер Балдер. Какая-то... Валдер Балдер. Какая-то... Валдер Балдер. А, нет. Ну, можно правильно? Можно флэт-топ с крыльями. Ха-ха. Хантер Томпсон можно больше. Не, площадку такую квадратную сделать. Площадка, а то крылья, типа. Получается, флэт-топ с крыльями. Классика каких-то десяток. Очень агрессивно смотрят. Реально, ну, типа... Я бою не подожду. Люди не переходят до ровли, конечно. Ха-ха-ха. Хочет перейти через светофор. Вернее, они не смотрят... Или, наоборот, они не пользуются светофором. Ну да, здесь такая... Отдельный светофор. Опасная стрижка для умеренных сидений. Да, флэт-топ с крыльями. Тш-ш-ш-ш. А сколько ты не стригся? Ну, я не знаю. Нормальный месяц, пару месяцев. Не стригся просто очень здорово. Ну да. Так расскажи нам о своем новом проекте. Мой проект? Зверобой новый проект. Мой сольный. И вот я сейчас готовлю уже альбом. И вообще-то... Ну, всякие такие что-то... Контенты там и все остальное. Но... И Нинтендо? Нинтендо. Нинтендо контентом. Ха-ха-ха. Что делать? Будет игра... Зверобой на Нинтендо. Круто. Такое, что есть уже что-то послушать, посмотреть? Да, есть песня-то новостна. И, ну, ее можно везде. Зачай, как в принципе. Ну, где можно послушать, посмотреть? ВК можно посмотреть. Лука у тебя, да? Да, пока Лука... Нинтендо. Как ты подписан Лука, скажи, ребят? Зверобой. Зверобой. На английском, да. Песня называется Тону вас нах. Ну, так все, все нормально. Отлично. Агрессивная песня под агрессивную прическу. Ха-ха-ха. Как называется песня? Тону вас нах. Тону вас нах, тону вас нах. Тону вас нах. ... незаметная игра слов. А в России, оказывается, не знали ли кто-то много слов. Ты мне не надоед, ты мне не надоед по полу. Ну, типа такого, да. Я что-то на вошел? Или пошел его на... А-а-а-а! Баскарубочка! Ребята, сделали бассейн. Ах, я там, как оставался. Короче, это супер волшебная вещь, называется «блэйк лак». Она убивает бактерии, грибки, короче, и всё на свете. При этом имеет свойство смазывать ножевой блок, дезинфицировать его, охлаждать и чистить от волосков, которые в нём забиваются. То есть, твоя задача налить в крышечку небольшое количество этой жидкости, опустить туда машинку и включить. Включаешь, то есть. И она работает, и все волоски выходят из неё. А потом ты поднимаешь, пропитываешь, чтобы в двигатель масло не попало. Пропитываешь с обгленткой. И у тебя супер новый нож. А что, даже разбирать не надо? Да, даже разбирать не надо. Ничего себе, прикольно. Потому что это большая проблема есть, когда ты всё время пытаешься разобрать машинку, потом откалибровать нож так, как он был. И не всегда у тебя получается. После этого ты обычно выкидываешь машинку на мусорку и покупаешь себе новую. Ну, да. Ну, я так обычно делаю. Либит, расскажи, пожалуйста, где ты вчера был? Я вчера был. Сейчас я вспомню. Вчера я целый день привил, провалялся дома. И очень много занимался с этим. Ого. Парцей шуток. Ну, я не знаю. Просто вчера было такое настроение. Что-то любвеобильное. Пасмурная погода, знаешь. Не очень приятный день. Ну, как-то так. И, в общем-то, в день приятный. Я самим честно, что ты умирился с оператором. Он по той же причине, короче, не пришёлся. Вот он видишь. Вчера, может быть, как-то луны сошли. Меньше, короче, камерошки. Пасековались. Мой сосед какой-то там. Он услышал, как я это делаю. Он загонялся желанием. Всё может быть. Взял эстафетру. В общем, я взял коня в свои руки. Вчера. И решил исправить настроение. Не знаю, какого коня я взял в руки, но позже. Не вмещался в руки, говоришь? Нет, я сказал, что взял коня в руки. Потом подумал, какого коня, какие. Расправлял, чай. Ну, красиво звучит. Коня в руки. И даже в зубы не смотрел. В руки? Ну да. Повторённый кончик. Если бы взял коня в зубы, то, наверное, было бы не так приятно. У меня была бы хорошая улыбка. Большая такая. Какого вокалисты группы Аэросми? Аэросми, да. Какого-то... Акбериловый щит, да? Да. Он что-то с ними сделал. Увеличил щит. Коня взял в руки. Ва-а-а-а-а-а. Это уже не в руки он взял. Ну, в зубы, да. Ну, в зубы, да. Взял коня и в зубы. И побежал. И распинул себя. Расправлял. И зато из-за нас, наверное, у него мощный. Вот, раловый? Ну, да. Во дворец говорит, эй, стой, сумку верни. Мне кажется, зашел просто звуковой волной собьёт. Не, он заработает. Это сирену пожарную озвучивает. Это что там? Да, лифтайлер уже на месте. Это знаешь, такой в латексной форме пожарной. И маленьком-маленьком в этом общейнике. На голом торсе такое. Орёт. Где-то есть. Позар. Это правда, что все ребят из группы Quest Threesome ступили, кроме тебя? Да. Они уже все мёртвые. Я сегодня с ними встречался во время спиритического сеанса. И выходил. Мадам Ля Роша. Она меня немного поэтом. Какие-то таблетки сначала дала, а потом я стою за себя. Прогтилер Мадам Ля Роша. Да, Мадам Ля Роша. Вот как, кстати, этот, наш продакшн хороший, красивые коробочки, упаковочка. Бодрые. Мистические. Да, мистические. И названия такие тоже странные. Это на Андреевском есть такой магазин. Черная вдова. Белый карлик. Я уже смотрю, когда будет эта борода расти? Походу, никогда. 30 лет бороды нет. Что делать, чтобы росла борода? Может, чем-то помазать, или купить какую-то бутылочку мочи. Удобрение можно. Удобрение какое-то, я не знаю. Моча детей от одного года. Ну да. Концентрировано. Или у вас, если ты проведешь в страны, где-то, как раз. Викрофон, викрофоник. Ну да. Можешь, чтобы оно росло лучше. Удобрение, это да, да. Типа лицем... Так вот, праша постоянно говорят, что делать, если в такой ситуации не растет? Есть какой-то эффективный съезд, чтобы реально начала расти борода. Серьез. Ну, на самом деле, если она не растет, то ее не будет. То есть, это генетически так предрасположено. То есть, по всему, зависит от цвета волос. К примеру, у тебя вот русый волос. То есть, русый и такой тонкий. Вот, если бы он тогда был русый и жесткий, то у тебя, по-любому, была бы такая борода, как у Конана. Да, Конан Варвар. Нормально был. То есть, у тебя было стонкий, то есть... И у Конана не было борода. Да была борода, это просто ремейк. А, да? Да. Потому что у нас с ней с бородой у меня... Что, в 80-х просто было модно, типа, бритом быть, поэтому... Ну, какой Варвар без бороды? Это запрет. Ну, да. Типа, он греется... Да, типа, бикинги без бороды, или что это? Это женщина. Да, стойка. Всякие репейные масла, там, типа, брит с опасной бритом, что просла борода, это все фейк, и пришел весь путь. Я, наверное, нашел бритом опасную, которую купил воевое на Бояполке. Ты хоть не брился? Я и не брился, но я угрожал своей девушке. А, ну да. Я думаю, если... Ну, просто много сюрпризов, может... Теперь у меня нет девушки. Ну, у нас сложно в барбушопе познакомиться с девушкой. Ну, да. С администратором, разве что? Он, какого не барбушоп? Он, что, назад, ходил на свидание. Да? С кем? С администратором. С кого? Презор? Да. Такой, ты сейчас подчекает, кипа стоит тут трошки. А-а-а-а. Мне еще додому не треба. Переводиться будете, да? Другой? Дорогой? А сколько перерывай, где стоит? Я не знаю. 100 баксов для. Еще преобразователи за 150 баксов надо купить. А-а-а, вот почему 250, да? Это можно преобразователи за самую сделанку. Как я себе сделаю. Это самодельно? Прямо. Да. Какие-то, конечно, не говорю еще просто. Какими-то, мой гитарист мой из группы «Зверобоев» научился делать из копеек кольца. Вы убили вам прям такое? Не, она такая технология. Он берет монетку, получается, ставит ее ребром на стол и по 4 удара провернул. Короче, она начинает плющиться, да. Потом он мне дырку просил. Да, потом. И она превращается в кольцо. Да, это вообще очень интересная вещь. И, конечно, у меня уже есть один экземпляр. Но, правда, металл, который используют в украинских монетах, не очень прикольный. И там, на самом деле, вот 50 копеек он только покрыт чем-то латунью. А, внутри пустого, да? Ну, три, да. Да, это просто, ну, мерш, наверное, скорее всего, мерш. Ну, как все в нашей стране. Не ржавеет. Ну, да. Не поддается. Сразу разрушается. Ну, да. Не, покрыто чем-то. По золотой. Ржавая по золотой. Да, по золотой. По золотой. Я просто видел это, где-то, не помню, в Facebook или в YouTube. Чуваки делают, типа, берут 50 копеек или гривну, не помню. Выпиливают меня, короче. Что-то, типа, луньку такую, типа. Ну, прям, углубление делать ровное. Потом берут еще одну монетку, срезают у нее верхнюю часть, типа, вокруг. И спиливают, изначивают. Она тоненькая, ребята, становится. Очень сильно. И ее прям туда вставляют, короче. И она, получается, делает маленькую дырочку, чтобы волка можно было открыть. И по толщине, получается, как одна монета. Ну, внутри можно положить туда, типа, микрокарточку, вот эту, знаешь, там, типа, микросиди, там. Какой-то, типа, шпионский и всякие штуки. Ничего. Микрокарточку можно туда положить, знаешь, как суперконцентрированный. Нее, можно порошочка туда положить, если ты, то есть, в Каблуках, в Каблуках, в Каблуках. Классика. Да, ибо смешно сейчас. Сейчас в Каблуке, в Каблуке. Телефон, да. Стоит Вася, с воздухами, с туфлевыми, я говорю. А, да, сами с собой разговаривали, наверное. Я иногда высаживаюсь, где-то, знаешь, вечером идешь, и кто-то там выходит из-за угла. И кто-то там, в Каблуках, а он там, в Каблуках, а он еще, да, что-то рассказывает, там, очень эмоционально. А, ша, это уже, ой-ой-ой. Сейчас начинаешь убегать. Да, уже бены, что-то, что, кажется, конец света, скоро. Бойтесь. Бойтесь. Знаете, тут сумасшедшие, которые в штатах ходят, с табличками. У них нормально быть сумасшедшими, у нас люди боятся быть сумасшедшими. У них да. Римончик. Ну, закинь, пожалуйста, за полочку. В троллановку, да, сня. Закрепить туру, там, или... Если бы вы зашли бы в ресторан, случайно, на туфню, и попытались бы сидеть там в туалет, если бы вы вели себя нормально, то, ну, вам бы следует, идиот. А если, ну, сделать что-то супер неадекватное, то тебе скажут, да, конечно, проходи, пока не трогай нас. Ну, ну, себе я вообще обожаю. О, такое молча, это всегда про детей не нравится. Да, про детей очень классно, да. Все сидят, все, я думаю, то есть, ну, что, я... Вот когда у тебя только рождается, типа, ребенок, ты такой думаешь, вот я буду самым лучшим отцом, я, типа, сделаю самым лучшим. Потом проходит время, и ты просто не понимаешь, что все это очередное... Ну, адаман. И потом такой же, ты ему спросишь, ну, подождите, а вот ваш сын, если что ему что-то попросит, вы что, разве откажете ему? Да. А как вы это сделаете? Да я просто скажу ему, что малое дерьмо, ты что думаешь, я здесь для того, чтобы делать твою жизнь счастливее? Нет, жизнь не такая малое, типа, знаешь, я здесь не для того, чтобы делать тебя счастливее, а не для того, чтобы ты понял, что жизнь, короче, жестокая тема. О-о-о, смотри, уже тут что-то растет. Смотри, а то еще станет тверже. Ты просто не брызгался, мне кажется. Ну, там нет, о чем я там брызгал. У тебя не торгуется, ну, есть, как борода прозрачная какая-то. Какая стекла? Да. Мне просто не видно. На близи ты, наверное. Юный пух. Есть видит пух, а есть юный пух. Если честно, не помню, как ты стоишь, что-то. Ну, сверху, ну, так вот по бокам было все точно так же, только сверху короче было. Я могу показать, но есть порт. Это у меня стрих с или какой-то из наших ребят? Нет, а ты у меня стрих. А я стрих? Ты даже рядом стоишь, на Брэрис. Ну, и помню. И отверт. О-о-о. Ну, ладно. Ну, что я послушал? Что? Сидумался. Ну, это узоры почему-то не изучают там. Ну, с таким зелёным. Три зубицы. Драхлоном уже не валить. Кирпичную кладь. Слушай, нам нужна реально модель, короче, на стрижку. Как у этого... Джонни Деппа из фильма «Страх и меня не ослассо-соянс». Я не... 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 Не под фигзоной порвать, наверное. Может, у тебя там есть знакомый, который пытается? Запишу и ты из 100 кл. Чё ты делаешь? Да-да-да-да. А ты из 300 кл. Я не знаю. Надо будет узнать. У меня там есть пара знакомых. Снимание. У меня на фиг. Так это надо просто на волосы потом дарить. Ну, потом на волосы, да. Мне надо, главное, чтобы у него были волосы, чтобы он в макушку забрит, сделать такую, типа, шляпу здесь отполировать. Здесь всё, знаешь, типа, там, говидвы, там, типа, чтобы вообще там... Просто пристело. Вот. Мы в этом нарядим, такие очки такие делаем, цветастую рубашку, там, панамку и так, чтобы он был похож. Надо позабрать. Может, это будет из моих знакомых стихий с аналозом. Для этого. Годи-то, потому что в плане стиля. Он на лунове спал, что он будет обидеться. Нет. Шапика? Нет, он обиделся на меня. Он не общается? Ну, он, скорее всего, наверное, со мной не будет общаться. Ну, что там, как девочка сегодня? А я ему когда-то в интервью сказал, что не знаю, что какая паника, и он обиделся. А, да? Да, ну, я просто как-то... Меня просто плохо достали. Мы тогда только начинали, и как-то я так с дурой ляпнул. Да не, не знаю, ничего там. Даже больше в шутку, чем всерьез. Здравствуйте. Ну, а он это всерьез воспринял. Подумал, что я там действительно просто не знаю. Ну, и плюс даже, если бы я сказал, да, я знаю панику, мне особо, если честно, не о чем поговорить. Ну, потому что я участвовал там не совсем чуть-чуть. Как бы я не был организатором своего действия, или еще что-то дополнительное. Ты не боишься, что клише сквозь пистол сильно приклеится к тебе? Мне кажется, нет. У нас как-то в последнее время, перед вот этим распадом уже, рывалом коллектива, все шло. Потому что, ну, достаточно индивидуальные линии делились там у меня и у Антона. Ну, то есть прослеживалось. Понятно, что это было все в концепции группы, но, то есть у нас же абсолютно разные были. У нас не было там постановок, балета там. Ну, то есть вот этой вот штуки у нас не было. Ну, просто есть какие-то изменения вообще обычного смертного человека, потребителя. Ты ему потребитель такой выше, ну, знаешь, глуху хвостить тут. А, знаю, там типа чул-чук такой, типа светленький такой, типа есть. Сразу говорят, а там Никита, там типа чувак. Ну, то есть ты как-то там не кастыришься, тебе это все-таки, знаешь, типа лицо, типа, хвостить. Остальных чуваков они как-то не так узнаваемы, то есть. Ну, ну, это как бы, знаешь, тут уже все укрорлось в администрацию и в взаимоотношения между администрацией группой. Так-то так. А так, в принципе, даже если будут ассоциировать, это же не плохо, в принципе, мы тоже эту группу и начали, ну, как бы, это и наш исток. А дальше уже пошло, уже больше, знаешь, такое творчество в плане, хочется уже песни запеть, то есть не просто там плясать под них и исполнять, а именно сочинять, но быть участником этого процесса. И вот сейчас уже появляется возможность, ну, своей жизни, ну, по-прежнему, зверобой. Сейчас будет еще один проект очень интересный, потому что он немножко в секрете, но он порвет вообще сейчас всех. Потому что это будет очень интересный шаг со стороны меня, Антона и еще пару дней. И когда будет время, когда ты будешь носить классические спрыжки? Ну, такие. Ну, я вообще-то давно хотел, но просто хватает еще никто не стихать. Это на психопат из 20-х годов. Да. Чтобы это белая штука, как будто белая рыба. Да. Наверное, все пуговицы. И тебе хорошо. Сейчас все паски ходить. Да. Ну, я вообще-то не могу. Пока что... Может, под зверобой я сделаю себе такую фотосессию, приду как раз специально подстрелюсь. Потому что хочется... У зверобой есть такая эстетика немного. Вот этот сухой закон. Меш в 30-е годы, но имя Америка, Теннесси, что-то такое брутальные мужские прически. Легкая психопатия. Да, легкая психопатия. Потом же алкогольный запить. Ты помнишь этот же шарди... Нет, вдруг мой ребенок. Да. Маньяк, который... У него что-то тоже стилек такой. Опрятный, обрядный маньяк такой. Мне кажется, будет скоро ремейк на этот фильм, где он близ взрослый. Ну, да, должен быть, мне кажется. Мама, он с такой стыжкой. Маленький убивец. Блин, да. Смотрел уже... А, Бивин фильм. А? Сидень Бивин. Кевина Смита, да. Который снял... Про моржи? Моржи вылили, что-то такое. Ну, там, не, не моржи вылили. И нет, там, про психопата, который из типа сделал моржа. А, что-то такое, вы рассказывали? Мне висит, где рассказали, и там рамку. Ну, там вот, когда рассказывают, он может еще, да, но... Бивин, чего, где он моржа, а еще, как-то... Да, ну, там, отрезал ноги немножко. Моя девушка говорит так, что существует... Точнее, ей так сказали, что существует фильм... Ну, что не фильм, а жизнь до бивня и после бивня. Это штука, которая сегодня прошла. А, что-то офигенно, наверное. А, что ты брал за штуку? Селена, она вот такая. А, Т3? Да, ты что, это Space. Еще, это... И пахнет круто, и укладываю на... Не видно на волосах. Ну, да. Есть уши, пошла, лучше, что у нас получили. Не знаю, как она видела. Ну, вообще, всегда, стараемся косметику брать такую, чтобы была супер универсальная. Да. Чтобы минимум было видно, и классно. Веселина. Используем. А, вы Show. А, вы уже видите. Так, что, хотите, вы канал. Да. Используйте с祖저. Участливый. Стоит сняли. Да. Стоит сняли. Участливый. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...